всем привет ребят уже пришла на работу у нас такая погода я как выглянула в окно и невольно матюкнулась потому что у нас нет я его так рано не ожидала я вообще его не ожидала сейчас нашей ситуации он вообще не актуальный короче и снег и он почти растал мокро ужас по обстановке честно говоря я вообще ничего не пойму я заснула вчера очень поздно и конечно же я не выспалась я помню что я ночью просыпалась от чего-то и это ну по моему это были все-таки взрывы реально но я настолько быстро проснулась и заснула что я так и не поняла что это было но походу какие-то были взрывы наверное не сильно просто громкий и возможно где-то в области но нам все равно там нормально слышно у нас на окраине вот и поэтому как обычно короче ребят вчера кстати слышали читали наверное про вот этот новый какой-то супер дрон который летает который невозможно ничем заметить то есть по его поводу нет тревоги или ты только можешь так его заметить когда он уже летит на тебя или мимо короче еще одна такая фигня что скоро мы вообще спокойно на улицу выходить не будем как кто-то радуется в комментариях наверное вот по типу того что будем сидеть в подвалах да потому что ладно еще кабы летят могут как-то что-то предупредить хотя многие конечно говорят что пофиг не только ребят вы в комментариях многие так говорите еще и люди приходят когда покупатели и вы работаете да да тревоги пока нет типа какая тревога какой какой смысл этой тревоги но видите у всех разные отношения к этому вот но по поводу этих дронов и ничего конечно хорошего потому что влетел их дом влетел и на стоянку это было днем то есть люди просто где-то и шли там и шли на работу либо и шли там магазин и вот это вот фигня какая-то из из ниоткуда до берется и не характерен для нее какой-то звук типа шахедный но короче новая как общем ребят еще хотела рассказать вам такую историю которая произошла в германии в общем беженцы которые живут в отеле один из них решил съездить к другу на три дня сразу скажу что он ходит на курсы то есть он чем-то занимается до языковые курсы и у него есть выходные на которые он решил съездить к своему другу вот он сидел раз съездил второй раз и когда он приехал то вот именно в свои выходные когда у него есть свободное время то ему сказали что ему пришло письмо из жоп-центра что где выйти пошляетесь представляете нас конечно предупреждали когда мы только приехали в германию что могут быть такие варианты что там всех сдают за что непонятно то есть вы знаете там даже такие окна которые нельзя типа закрывать шторами занвесками потому что будет считаться соседи могут подумать что вы там что-то скрываете до делаете какую-то подпольную деятельность или что-то скрываете я не знаю хотя это в принципе приватная личная жизнь немножко отличается от нас потому что у нас все окна в жалюзиах и 10-метровые заборы там как-то так и в принципе если ты даже идешь по узкой улочки ночью ты можешь заглядывать людям в окно потому что там нет ни что не жалюзы не закрыты тожди видно что люди делают вот ну короче он же попытался разобраться в чем дело кто мог это сделать то есть там непонятно это могут либо те же украинские беженцы которым вдруг срочно понадобилось с ним связаться они возможно пошли там на ресепшен и куда угодно короче чтобы найти человека и возможно потом на ресепшене из этого узнали и пошли еще куда-то но то что пойти сдавать именно в джоп-центре я вообще этого не понимаю нам наверное ребята этого не понять в общем на ресепшене там восточного происхождения люди сидят и возможно это они сделали непонятно потому что потому что есть варианты да и непонятно кому это нужно просто непонятно зачем людям вообще таким заниматься идти сдавать человека куда-то я офигею ну конечно да есть варианты что наши также украинские беженцы выезжают на дольше чем положено может быть и такое ребят да но все равно я не знаю может и и поэтому у них такой порядок но за порядок я вам точно тоже не могу сказать что там все идеально порядочно и справедливо потому что даже судя по тому как проходила регистрация то там абсолютно нет никакой справедливости и даже близко короче не знаю вот такая вот ситуация ребята вы пишите ваше мнение по этому поводу а и также ребят не могу не поделиться приходила девушка и короче она она смотрит мои видео очень приятно вам большой привет если вы смотрите но просто это первый раз когда ко мне подошли и сказали вот так вот в живую про мои видео ребят прикольно я конечно рассказывала вам что люди бывают смотрят но можно люди просто смотрят знаете что посмотреть нельзя в принципе вот ну а вот так чтобы это первый раз вот ребят еще ребят нас на работе вчера были такие продажи странные да у нас в принципе нормально так если берут то уже берут на нормальные суммы вот а вчера как-то по одной единички по одной единички берут и невозможно говорить и люди аж несколько подряд людей такие то у нас денег нет жаловались реально на то что нет денег ну и такие цены и была девушка такая вся на распуфыренная на вид до силиконовые у нее губы кому кажется да такая себе но на самом деле она очень приятно общалась она ну мы поговорили с ней она потом на кассе говорит ему я бы с удовольствием что-то у вас еще купила я понимаю что вам тоже нужны как бы вы продажи да но сейчас такая ситуация денег мало зарплату жду типа на курточку собираю грубо говоря понимаете ну она выглядит так типа пафосно да такая вся на пафосная на самом деле человек не побоялся не постеснялся сказать правду смысле сказать знаете то что мы обычно скрываем потому что хотим казаться лучше круче что у нас есть деньги что нас не волнует чужие мнения но девушка которая выглядела вот так как-то отстраненные пафосно на самом деле видите имеет смелость говорить такие вещи вот скажите вот такой никогда не сказали и многие из нас такого не сказали да потому что всегда люди делают вид стараться создать впечатление что не чем-то лучше лучше чем есть на самом деле но это факт ребят это каждый так делает и я так делаю особенно знаете когда снимаешь видео понятное дело блогерам хочется создать картинку что у них там красивое жилье там хороший дом на какая-то хорошая работа и такого плана до показываем какие-то крутые классные покупки иногда косметику ну конечно сейчас нашей ситуации мы в любом случае показываем то что есть на самом деле да но вот вообще в блогерской деятельности есть такой чтобы показать все такое вы поняли короче ну а нам рассказывать и показывать конечно сейчас приходится только одно про тревоги блины про взрыв ну короче ребят странное сегодня видео получается не странное видео странный день потому что сейчас зашла тоже девушка она уже приходила ко мне покупательница и мы с ней разговорились я не знаю наверное час но покупателей других не было и и очень интересно с ней пообщались сошлись во мнении про там про косметику про какую-то жизненную ситуацию которая сейчас очень похожа да когда ты ну закрыт какой-то ситуации да и сложно из нее выбраться но тебе хочется потому что хочется каких-то действий до каких-то какой-то независимости и ну а ситуация сейчас вы сами понимаете какая ну короче вы мы с ней поделились мнениями у нее такая еще сладенькая собачка была с ней прикольная ну короче поговорили сегодня день день встреч каких-то хотя сегодня такая мокрая погода ну снег и я думала вообще людей не будет но уже достаточное количество зашло в общем мы обсудили все и косметику и ситуацию в стране и выезды не выезды выезды короче вот такая вот сегодня у меня конференция сегодня конференц-зал переговорная на работе вот он ребят пока нет тревоги но наверно на все-таки будет возможно тоже придется бежать метро пойду я попью чаю и перекушу в общем ребят на улице у нас капец вот сейчас снег такой елочки видите прикольно но не очень потому что холодно мокро еще я в непонятные обуви в общем промокли промокли ноги ну такое себя видите красота но я снега не ждала и сейчас это не актуально я думаю никто не хочет снега потому что уже и новогоднее настроение нам по барабану ну слушайте да как мокро все хлопает а мы идем и как вы думаете конечно же когда я села сегодня на транспорт он провез по росту ногу там сказали что там что-то не работает и пересесть на другой слава богу что не шел он сразу практически за этим и я пересела на маршрутку в общем и так доехала более-менее вообще даже сидела в общем-то обувь наша польская я заходила спрашивала за дорого для девчонок если интересно 3500 сейчас все просто реально за дорого и так линдельно тут много-много тут всяких пироженок дорогих по 100 по 100 чемсах гривен цветочный магазин я вам уже показывала секретарь вам такую хотела сказать извините вам атмосферу куда мы реально не ждали дождя хотела сказать снега но улице не сильно прям холодно ну ну такое такое ребятки ребят в общем так выглядит такое выставка и то же решила вам с пиатика рисунки вы так красиво красиво что-то может вот эти в принципе можно потренироваться этим рисованием все ладно ребят всем хорошего настроения подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропускать на видео ставьте лайки если вам понравится всем пока